кулаками мы это делаем ночью примерно в час ночи, когда луна появляется то есть мы выходим когда летом в лес и там зимой ходим в походы кстати, мы ночуем беспалатно вот, выходим в лес, там есть такая поляна большая выходим, когда луна начинает, ничего не видно одному одеваем шапку и завязываем глаза и выпускаем по очереди его, значит, в этот круг а шушение не передаваем все друг друга толкают нет, все друг друга толкают проблема, что один ничего не видит мы когда работаем, все приемы отрабатываем мы отрабатываем с таким условием что в любой момент какой прием не делал всегда может появиться второй дядя возможно, с больной битой или с ножом или что все техники, которые мы с нарабатываем мы делаем так, что в любой момент она сможет напасть второй человек вот эта игра развивает чувство опасности в толпе вы обратили внимание, что я сказал можно кулаками давить в разные части опять же, я вам не буду говорить как это делается но это на игра играется еще и сорок чтоб вы знали раньше слова поножовщина ничего негативного не было поножовщина это называлось состязанием на клинках под оговоренность то есть брали ступые клинки под оговоренностью работали были такие кулачные артели последняя артель еще действовала до 60 какого-то года 1965 постигали боевую ступень и еще сто лет назад каждый школьник фехтовал на палках если он не фехтовал на палках на переменах ну его чпорили говоря о нашей современном исполнении даже преподаватели на переменах выходили и между собой соревновались на палочных фехтовалках это было поголовно разница в голову поголовно поэтому а сейчас вам скажи что такое пальцата вы не знаете что такое пальцата а кто это такое? пальцата это специальная палка для фехтования она специально делалась палка облеталась соломой чтобы помягчить вот про Бокин вы все знаете или Синай ну это месь деревянный а это самая деревянная пальцата только она деревянная и для соломы что-то не сильно больно он нашел надо эти как я не знаю как и ты вот это вот называют ладно да типа того значит смотрите то есть человек должен навстречу начать сначала медленно потом веселее в разных направлениях то есть он уже работает как номер два ему надо перестраивать нужно стоит начинать ему надо ловить быстрее 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 потихоньку кто провокнулся тот уже понятно да? встали то есть вы вроде играете а на самом деле к примеру вы здесь увеличиваете реакцию потом меняете то есть первый уровень нам просто надо ударить второй уровень когда вас пытается медленно когда вас пытается ударить вы должны ударить и спеть сами смотри а ты ноги разводишь начали теперь поменялись пошли нет подожди стоп стоп то есть заодно ноги тренируем соревнуемся начали ну 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 встали встали куда ноги вот так садимся да так теперь ложимся теперь берем ножку одну ножку вторую и тянем только вы перетянете руки перед собой перетягиваем на себя на себя на себя вторую ножку выпрямили выпрямили вторую ножку и тянем на себя переворачиваем человек переворачиваем 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 стоп можно перегонки играть да четыре человека или там больше пожалуйста ну два человека минимум надо можно использовать как упражнение на ноги когда помнишь два шага держи на ноги ноги так смотрите я делаю два шага он подтягивается я должен делать подальше подальше оооо зачаиваться я должен не упасть стоять вот вы ну вот эти ганты можно не спать не спать не спать не спать не спать не спать это колени смотри не смотри смотри самое важное в каратисте это что как переводится каратэ? Пустая рука, голая рука, пустые карманы. Это всё каратэ. Это всё каратэ. Значит, самое главное – руки. Потому что в каратэ вот эта вот часть должна быть укреплённая. Это блоки, это атаки, это захваты, это всё. То же самое, если на ноги посмотрим, то вот эта часть, соответственно, вот колено до стопы должна быть за колено. Вот это и вот это – это самое важное. Ну, у кого-то ещё голова. Да? Эти вещи надо укреплять, потому что с самой там у нас что, переломы пальцев, распространённые переломы, да, у нас? Ну, разбитые губы там. Это мелочь, да? Да, губы тоже набиваются, только медленно. Смотрите, это упражнение с полной травы позволяет нам упредить наши русские. То есть мы с вами становимся до ладошки. С ладошек по очереди мы становимся на пальцы. С пальцев мы становимся на кулаки. С кулаков мы становимся на запястья. С запястья на плечи. С кулаков мы становимся на голову. И снова становимся на голову. Последовательность пока мы будем. Ладошки, пальцы, кулаки, кулаки, запястья, запястья. Да? Плечи, плечи, ладошки, ладошки. Вот такая последовательность. Бить как трактор не надо. Это сломанный трактор. Поэтому мы просто становимся. Поверьте мне, пять-шесть раз, если вы будете делать это упражнение уже достаточно. Но вообще упражнение надо порядка 10-15 раз. Попробуйте, не спешите только. И еще раз говорю, по очереди. Стали на ладошки все. Понятно? То есть, если вы хорошо укрепили ваши руки, даже такое противно, но разобьет просто лицо. А вот лица ничего не останется. Пальцы укрепляются. Все это делаете, не только сам кулак. Кулак это хорошо, но проблема в том, что ударил голову. Не знаю, для меня тут постоянно заканчивается сломанная рука. Один раз ударил в челюсть и сломал себе эту руку. Челюсть, да, реально крепко. Челюсть даже не сломалась. То есть, ни зубы того подрезка есть, ничего. Я бы ушел. Поэтому в традиционном карапе, в принципе, кулаком только с корпуса бьют, никто в голову не бьют. А вот такие вещи, которые можно вроде как бы и мягко, нету жесткости, да, но достаточно сильно для того, чтобы противника остановить, там по глазам чуть-нибудь где-то сплотить и все остальное. Понятно, да? Вот для этого мы укрепляем. Сейчас я покажу еще замечательное упражнение. Мы нарабатываем это постоянное. Раз движение, два движения. Придвижение, четыре движения. Ой, человек. Ну, это ближе к бачарю. Это боевое каратэ, то, которое как бы вливается. Тут уже не танцуют. Вот так примерно. Гол. Вот так тренируется. Руки нарабатывают. Локти должны быть крепкие, потому что, смотрите. Так. Все должно быть крепко. Как это нарабатывается? Мон, эври-барри. Клочки. Вот, вижу, кусочки. Идем? Хорошо, пробуем. Когда он обсуждает, он самый бог. Сделайте. Этому будет достаточно. Чтоб человек отказался от всех своих претензий к вам в будущем. Ну, если такой, да, он попадется, деревянный человек, который не понял, вы можете ему аккуратненько шлепнуть по лицу, в ладошки, и он вдруг не понял, когда зашьется первой скорой помощи там. Понятно? Понятно. Если не понятно, оно со временем может быть.